Уважаемый господин президент. Я буду говорить в духе Валдайского форума, и я надеюсь, что вы так и поймете мой вопрос. Несколько лет назад господин Обама заявил о трех вызовах – Эбола, ИГИЛ и Россия, Российская Федерация – из-за событий на Украине. Российские лидеры были очень возмущены этой формулировкой и расстроены. И я сегодня не услышала трех вызовов от вас, а одну проблему, которую вы очертили – это США. Некоторые в США, конечно же, будут благослованы тому, что вы сказали, потому что наверняка это заявление не мягкая сила, а какой-то, может быть, не холодной войны, а какой-то горячей войны глобальной системы, которая была создана в США. Другие, может быть, будут удивлены тому, что вы сказали, тону, которую вы использовали, потому что многие в США не думают, что полное разрушение связи – это хорошая идея. Я один из этих людей, которые привержены этой идее. И я не думаю, что базис для внешней политики, он не заключает, что мы не должны учитывать интересы России. И я считаю, что интересы Америки также должны учитываться. Правда, я не верю, что страны, которые вы описали в своих заявлениях... Мой вопрос – кто они, к кому вы обращались в твоей речи? Это президент Обама, это американская элита, которая устанавливает внешнюю политику, или это американский народ? Или то, что вы описывали как генетический код США в послевоенном мире? И вы говорили, что вы не можете работать с США вообще или с ближайшими союзниками США? Еще вопрос – считаете ли вы, что какую-то роль особую играют другие страны, особенности Китай? И третий вопрос, наиболее важный – что вы ожидаете, каким должен быть ответом американцев на вашу речь? Первое. Я не говорил, что США представляют для нас угрозу. Вот президент Обама, как вы сказали, считает Россию угрозой. Я не думаю, что США для нас представляют угрозу. Я думаю, что политика правящих кругов, как, извините, употреблю такой штамп, политика правящих кругов, она является ошибочной. Уверен, что она противоречит и нашим интересам, подрывает доверие к Соединенным Штатам и в этом смысле наносит и Соединенным Штатам определенный ущерб. Подрывает к ним доверие как к одному из глобальных лидеров и в экономике, и в политике. Ну, можно, конечно, многие вещи замалчивать, но я же уже говорил об этом, и вот Доминик об этом вспоминал. Действия в одностороннем порядке и в последующем поиске союзников, создания коалиции, после того, как все сделано. Но это ведь не способ договориться, правда? Это односторонние действия. И они применяются постоянно в текущей политике Соединенных Штатов. И приводят к кризисам. Я тоже об этом сказал. Вот президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну, а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Ассадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет сил и возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции. Сразу же перетекла в ИГИЛ. Потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика. Без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Мы поддержали, дали оружие. А завтра половина боевиков оттуда ушла и перетекла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики Соединенных Штатов. Мы считаем, что она ошибочно. Она наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учета наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие люди, как вы, возглавили Государственный департамент. И, может быть, тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдет, я бы очень вас просил довести это до наших партнеров и до президента Соединенных Штатов и до госсекретаря, до других ответственных лиц. Что мы не хотим и не ищем никакой конфронтации. Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы. И многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, с уважением относиться. Это значит, что, как я уже говорил в своем выступлении, нельзя дожимать, используя свои исключительные положения в экономике или где-то в военной сфере. Понимаете, во всем. Ну, хорошо, в Ираке там воюют плохо. В Ливии там все довели до того, что вашего посла убили в Ливии. Мы, что ли, это сделали? Приняли решение в свое время в Совете Безопасности. О чем? Значит, бесполетную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолеты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже, считаю, не самое лучшее решение. Ну, ладно. А что на самом деле сделали? Начали сами наносить удары, в том числе и по территории. Это явное грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Практически агрессия без всякой резолюции. Это мы, что ли, сделали? Это же вы сделали своими руками, а закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Вот это хорошо для США, что посла убили? Ужасно. Страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно, наоборот, подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из таких имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Мы никогда не забудем того, как мы помогали Соединенным Штатам в обретении независимости. Мы никогда не забудем нашего сотрудничества и союзничества в Первую и Вторую мировую войну. И я полагаю, что глубинные стратегические интересы американского народа, российского народа во многом совпадают. И нужно опираться на эти взаимные интересы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!